А можно и я что-то приготовлю? Конечно, Лиза. Что ты хочешь приготовить? Ой, а я ничего не умею. Только пиццу умею. Но она не всегда у меня получается. Ну, это не беда. Знаешь, что самое главное в приготовлении всех-всех блюд? Что-что самое главное? Самое главное – это желание их приготовить. И оно у тебя уже есть. А интересные рецепты ты можешь узнать из моей поваренной книги. Ой, как здорово! Скорее начинаем готовить. Хорошо, давай начнем. Нажми на блюдо, которое хочешь приготовить. Лешено! Сейчас мы приготовим яичницу. Итак, за тело. Этот рецепт нужно хорошо запомнить. Яичницу готовить очень просто. И ее можно делать когда угодно и кому угодно. Сперва нальем на сковородку масло. Побьем буриное яйцо. Теперь совсем немного соли. Яичница готова! Снимай ее с огня! Папочка любит кушать яичницу с кетчупом. Добавим его сверху. Вот и все. Это самая быстрая еда для тех, кто вечно куда-то спешит. Папа предпочитает пастую еду, которую можно быстро приготовить. Яичница готовится быстро. Что еще ты хочешь приготовить, Лиза? Выбирай! Нешено! Сейчас мы приготовим толп. Молд. Итак, за тело. Обязательно положим яйцо. И еще. Добавим сахара. Теперь самое интересное. Нужно взбить все это микселом. А в этом рецепте сказано, что муку нужно полосеять. Воспользуйся ситом. И еще засыпаем немного муки. Теперь наше сито нужно подвести. Давай все это размешаем. Заполним форму тестом. Отправляем все это в духовку. Поставь таймер на 30 минут. Теперь немного подождем. Нарисуем белым кремом красивый рисунок. Нарисуем белым кремом красивый рисунок. Нарисуем белым кремом красивый рисунок. Добавим на толп кремовых указочек. Добавим на толп кремовых указочек. Нарисуем белым кремичем. Иначе як я сделаю белым кремaya. Бавим держим acho. Нарисуем белым кремом красивый апастwords. Вот так чудо-тоут. Дедушка меня похвалит. Что еще ты хочешь приготовить, Лиза? Выбирай. Яшино, сейчас мы приготовим блинчики. Итак, за дело. Насыпаем немного муки. И еще. Теперь чуть-чуть соли. Добавим сахар. И еще. Обязательно положим яйцо. Наклони бутылочку, чтобы добавить масло. Наклони кувшин, чтобы добавить молока. Давай все это размешаем. Нальем немного на сковородку. Не забудь перевернуть блинчик. Переворачивай быстрее. Теперь выберем начинку. Теперь этот блинчик будет с доводом. Завернем наш блинчик. Теперь выберем сироп. На этот блинчик мы нальем ягодный сироп. Давай украсим наш блинчик. Какой чудесный блинчик получился. Мамочка будет довольна. Что еще ты хочешь приготовить, Лиза? Выбирай. Мешено. Сейчас мы приготовим печенье. Итак, за дело. Приступим. Обязательно положим яйцо. Обязательно. И еще. Добавим сахар. Теперь самое интересное. Нужно взбить все это миксером. Положим сливочное масло. Теперь совсем немного соды. Насыпаем немного муки. Добавим ложечку соды. Погасим соду лимоном. Замесим тесто специальными насадками. Теперь поставим тесто в холодильник. Сначала открой дверцу холодильника. Поставь таймью на 30 минут. Теперь немного подождем. Время вышло. Доставай тесто. Положим тесто в тесто в остаточную машину. Воспользуемся формами для вырезания. Уложим вырезанные фигурки на противень. Печенья много не бывает. Сделаем еще фигурок. Воспользуемся формами для вырезания. Уложим вырезанные фигурки. Поставь против них в духовку. И еще поставь таймью на 30 минут. Теперь немного подождем. Посыпь на печенье сахарную пудву. Изумительное печенье. Дружок будет счастлив. Что еще ты хочешь приготовить, Лиза? Выбирай. Увешено. Сейчас мы приготовим смузи и фруктовое мороженое. Итак, за дело. Приступим. Сделаем малышу мороженое из смузи, из киви, клубники и банана. Положим бленду в киви. Добавим сахар. Измельчим фрукты. Включи бленду. Готово. Теперь разлей фруктовую смесь по стаканчикам. Положим бленду в киви. Положим бленду в клубнику. Добавим сахар. Добавим сахар. Измельчим фрукты. Включи бленду. Готово. Теперь разлей фруктовую смесь по стаканчикам. Готово. Готово. Теперь разлей фруктовую смесь по стаканчикам. Все, почти готово. Ставим в стаканчики трубочки и палочки. А теперь палочки. Отлично, смузи уже готов, а чтобы у нас получилось мороженое, положи три стаканчика с палочками в холодильник. Установим таяню на два часа. Теперь немного подождем, время вышло, доставай мороженое. Это самая вкусная и здоровая пища, малыш будет очень в ад. Что еще ты хочешь приготовить, Лиза? Выбирай. Убешено. Сейчас мы приготовим варенье. Итак, за дело. Ну вот, попроси дружка собрать фрукты и ягоды, так он все сделает тяп-ляп. Вместе с фруктами и ягодами в колзину попало много веточек и листьев. Теперь нам нужно отделить съедобное от несъедобного, отцепить много из колзины блюда. Отделим съедобное от несъедобного. Выбери все съедобное, что продолжай. Убирай. 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 Отлично! Но банка с фруктами еще не полная. Отделим съедобное от несъедобного. Вы подумай еще. Так держать. Продолжай. Так держать. Подумай. Ой, бле. Это кушать нельзя. Ой, бле. А это кушать нельзя. А это кушать нельзя. А это кушать нельзя. Это кушать нельзя. Подумай. Это нам не нужно. Подумай. Подумай. Вот в этом все. Подумай. Вот. Отлично. Подумай. Отлично. Отлично! Но банка с фруктами еще не полная. Продолжай, продолжай так держать. Это нам не нужно. Это кушать нельзя. Продолжай. Готово. Этого количества должно хватить. Перед приготовлением нужно хорошенько пломать водой фрукты и ягоды. Высыпь все из банки в душлаг. А теперь открой клар с водой. Подвеси душлаг, чтобы лучше пломать фрукты и ягоды. Все. Достаточно. Высыпаем все фрукты и ягоды в кастрюлю. Добавим в кастрюлю немного сахара. И еще. А теперь отберем и нальем в кастрюлю два стакана воды. Выливаем воду в кастрюлю. Все готово. Приступаем к варке. Ставь кастрюлю на огонь. Размешивай все это ложкой, чтобы не перегорело. Ужас, как долго. Мы готовили варенье на огне целых два часа. Но это того стоит. Готовое варенье нужно возложить по банкам. Наполним еще одну банку. Наполним еще одну банку. Наполним еще одну банку. Варенье разложено по банкам. Почти все готово. Осталось только закрыть крышки банок, чтобы мое варенье хванилось долго-долго. И еще. И еще. И еще. Теперь все баночки с моим вареньем нужно спрятать в шкаф. А то будут тут всякие. А потом варенье исчезает. Что еще ты хочешь приготовить, Лиза? Выбирай. Урешено. Сейчас мы приготовим эклевы. Итак, за дело. Приступим. Нальем в кастрюлю стакан воды. Положим сливочное масло. Теперь совсем немного соли. Включим огонь. Подождем, пока закипит. Закипело. Добавляем муки. Хорошенько перемешаем все это. Отлично. Подключай огонь. Пусть немного остынет. Все остыло. Мама добавить яйца. Еще одно. И еще. Еще одно. Добавим еще. Клошенько перемешаем все это. Наберем в наше тесто кулинарный шприц. Выдавим тесто на плоти. Еще одно. Добавим еще. Поставим плоти в духовку. Поставь аймил на 30 минут. Теперь немного подождем. Наберем в кондитерский шприц крем. Наберем в кондитерский шприц крем. Начиним нашу выпечку кремом. Нанесем сверху глазурь сахалную или шоколадную. Теперь добавим разных украшений. Какая глазотища. Так слюнки текут. Съемка я все это сама. А вот я приготовлю следующий вас. Что еще ты хочешь приготовить, Лиза? Выпишено. Сейчас мы приготовим кексы. Итак, за дело. Наклони кувшин, чтобы добавить сливок. Обязательно положим яйцо. И еще. Добавим ложечку соды. Погасим соду лимоном. Насыпаем немного муки. И еще. Теперь нужно ложечка какао. Добавим сахал. Добавим сахал. И еще. Давай все это размешаем. Заполним формы тестом. Отправляем все это в духовку. Поставь таймер на 40 минут. Теперь немного подождем. Нам осталось лишь укласить кексы. Какие классные кексы. Эх, и повезло же, Генке. Что еще ты хочешь приготовить, Лиза? Выбирай. Понравилось видео? Подписывайся на наш канал. И ставь лайк.